Задолженность по налоговым платежам 147 тысяч у вас на сегодняшний день. К визиту налоговиков неплательщики были явно не готовы, хотя о наличии задолженности этих сочинцев извещали не раз. Ботовую технику, мебель, автомобили, все, что имеет ценности, является собственностью неплательщика, теперь у людей могут изъять в счет долгое, если не погасить его в установленный срок. Описанные имущества могут пустить с молотка. По словам судебного пристава, по квартирный обход мера вынужденная, но действенная. Страх лишиться имущества, как правило, заставляет злостных нарушителей налогового законодательства оплачивать квитанции в рекордно короткие сроки. Но арест имущества далеко не единственная мера, которую применяют должникам. Хотелось бы, конечно, сообщить нашим должникам, что все злостные налогоплательщики, у которых задолженность свыше 10 тысяч рублей по налоговым платежам, все ограничены на выезд за пределы из Российской Федерации. И везде выставлены регистрационные аресты на имущество, такое как транспорт. Все налоговые сборы идут в муниципальный бюджет. Сейчас только жители Лазаревского района должны городской казне свыше 100 миллионов рублей. Все эти средства идут на реализацию социальных проектов. К примеру, на строительство двух детских садов, которые сейчас ведется в Лазаревском и Дагомысе. Поэтому совместные визиты налоговых инспекторов и сотрудников администрации города к ней плательщикам будут продолжаться. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ